Ну вот мы и припарковались. Припарковались возле парка Леуми. Посмотрим, как отдыхает народ в феврале месяце, когда на улице 21 градус. Сейчас все увидим своими глазами. Наверняка где-то посидим, кофе попьем. Вкусно что-нибудь притопчем. Вот мы начинаем прогулку по парку. С таким вот озером, где куча уток. И в обычные дни здесь много людей. Не только по выходным. Кто кормит уток, кто ловит рыбу, кто просто отдыхает. Очень много детей. Утки, утки, вы ждете, что я вас буду кормить? Не буду? Я ничего не взял. Могу вам дать визу. Идите, попейте кофе в аромах. Парк охраняется. Парк убирается. Машины обслуживают все нужды парка. Люди сильно не заморачиваются. Сидят, отдыхают. Кофе, сигаретки, вкусные шашлыки и тому подобное. Находится полиция. Круглые сутки. Так что здесь можно спокойно в любое время дня и ночи отдыхать. Заниматься спортом. Просто дышать воздухом. Кому что нравится. Парк мы видим не пустой. Людей в нем сегодня немало. Одно из старых строений этого парка, это вот этот вот ресторан, который на сегодняшний день уже не работает. Но раньше в нем проводилось очень много свадеб, очень много разных торжеств. На сегодняшний день он просто заброшенный, покрашенный, не действующий. А в центре озера мы видим непонятные какие-то острова. Что это? Это фонтаны. Вечером этот парк подсвечивается. И красивые разноцветные фонтаны украшают весь этот вид подсвеченных пальм. В общем, парк для душевного отдыха. Жалко. Сейчас мы можем только видеть этот водопад. Водопад-фонтан. Почему-то он сейчас выключен. И сухой. Очень приятное зрелище, когда красивая вода стекает по этим стенам. Утка разговаривает с бабушками. Не знаю, до чего они договорятся. Хоть бы эта утка не оказалась у них на столе. Еще есть черные лебеди. Черные лебеди красивые. Гуляют по парам. Да, романтическое место. Можно отдыхать. Наверное, они тоже целуются где-то. Куча сладостей для детей. Так как сейчас все в садике. В школах. Открыто, но пусто. Так как февраль месяц. Убрали из озера катамараны. На которых также можно кататься. Но из этого места можно на катамаранах отплывать и кататься по озеру. Романтично, красиво, приятно. Полезно воздухом подышать. Людей, как мы видим, немало в парке. Кто, чем занят. Кто, чем. Кто ходит, кто отдыхает. Мы пойдем посмотрим, что сделано для детей. Ребята заметили, что я снимаю. Начали кричать, что они чемпионы Европы. Бывает. У нас и такие есть. Вот такой вот тренажерный уголок. Прийти вечером покачаться. Позаниматься. Просто раз трясти свои жирки. Очень удобно, очень хорошо. Красиво, уютно, чисто. Бесплатно. Телефон. Старенький. Давно таких уже не видел. В основном уже у всех все мобильное и тому подобное. Ну а мы идем в тот парк, где мы видим много детей. Слышим их голоса. Вот так вот проводят дети уроки биологии на свежем воздухе. Слева от нас за забором. За забором, который мы не видим, за деревьями сразу находится забор. Вот за этим забором находится сафари. Это зоопарк израильский, в котором можно на машине ехать среди животных. Бегемоты, страусы, львы, пенелопы всякие там. Но это не в этом обзоре. Вот такой вот новый парк аттракционов, сделан для детей. Пожалуйста, приходите, отдыхайте. Кучели, карусели. Вот мы заходим в парк. Написано, до 13 лет возрастная категория. Что здесь можно делать, как можно играть. Родителям в это время можно отдыхать. Спокойно на траве поставить мангал. Или просто посидеть, отдыхать. Поотдыхать. Вот такое вот количество красивых сооружений, для того, чтобы дети могли спокойно встречаться, баловаться здесь, играться, чтобы их энергия немножко поубавилась и спокойно пошли спать. Красота! Это сад цветов. Но так как февраль месяц, мы не видим цветов всех цветов. Также и пальмы ждут, когда они дадут свои плоды финиковые. Но он ни на чуточку не стал хуже. Свою красоту он все равно нам показывает. Одна клумба осталась. Нет, ни одна. Нет, ни одна. Цветы очень часто пересаживаются. Почему? Потому что хотят, чтобы все эти клумбы круглый год выглядели ярко, красочно. Иначе сам парк не будет оправдывать свое название. А его название, как я уже сказал, сад цветов. Романтично, красиво, тихо, спокойно. Деревья подстрижены. под шапку с пейсами. Кто знает, тот понимает. Вот мы дошли к одному интересному месту, которое называется музей человека и животного. Напротив этого музея есть вот такие вот солнечные часы. и рядом к этим часам есть объяснение, как ими пользоваться. Нужно стать лицом цифры 12, стать нужно на тот месяц года, в котором мы пребываем в данный момент и посмотреть, сколько время. Если часы переведены на летний режим, добавить еще один час. Я продемонстрирую вот таким образом. Декабрь, январь, февраль, ноябрь, март. Так, сверяем часы. Месяц, февраль. Здесь нам нужно встать. Сверяем время. Дальше продолжаем гулять по парку, куда мы приходим в парк кактусов. Самые разнообразные, какие только можно придумать, они здесь есть. Не все кактусы находятся в открытом виде за забором, как мы видим. Есть те, которые растут в теплицах, то есть в здании в каком-то. В сам парк мы заходить не будем, но в общем посмотрим. Уже много-много пальм в гроздях фиников, которые совсем скоро станут спелыми, сладкими, вкусными. Вот так вот спокойно люди отдыхают кто на лавочке, кто ездит на своих велосипедах, мотоциклах и тому подобное. Тишина, спокойствие, благодать. Погода в феврале месяце мы видим практически летняя. также можем видеть большое количество мусорных баков, ящиков. Почему? Люди отдыхающие оставляют после себя немало мусора, но муниципалитет следит за чистотой в парке, чтобы было уютно, приятно, чтобы хотелось снова прийти. Вдалеке мы видим туалет, бесплатный, чистый, открытый 24 часа в сутки. Все-таки видно, что зима, потому что деревья без листьев, некоторая их часть, но в основном все цветет круглый год. Мне лично симпатизирует вот эта вот аллея, аллея фонарей. Вечером, ночью здесь очень красиво, когда все подсвечивается. Когда свежо, прохладно, сейчас, можно сказать, даже жарко. Есть участки, на которых нельзя разводить огонь, даже ставить мангалы, жарить шашлыки и тому подобное, только отдыхать. Они обозначены вот такими вот знаками, как вы видите. Вся аллея ночью подсвечивается, мы видим фонари. Она красивая, ухаживается, чистится, подметается. Достаточно романтичное место. И как вы уже заметили, птицы есть везде, животных очень много, которые гуляют везде, которых охраняют и не обижают. Это говорит о том, что мир на земле. Что? Что ты мне хочешь сказать? Вот под такой беседкой вечером посидеть, полюбоваться на фонтаны, которые включают вечером на их переливание цветов. плечом к плечу, глаза в глаза. Мама дорогая. Красота. Вот она, мирная романтика. Сейчас с одной точки мы можем посмотреть на этот парк и на ту арку которая летом вся в цветах и сейчас мы можем заметить что есть кое какие цветы внутри ну и неотъемлемая часть спорта снова романтика а может это любовь кто знает просто отдыхая наслаждаясь красотой воздух а воздух здесь отменный можно видеть сколько видов птиц присутствует в этом парке как называется и тому подобное я не буду переводить мы можем увидеть это не только на картинке на самом парке тетя отдыхала спала храпела вид с другой точки этого парка снова видим еще один комплекс спортивный комплекс где можно спокойно заниматься в любое время дня и ночи абсолютно бесплатно с резиновым покрытием чтобы они дети не просто не поранились если не дай бог упадут все открыто все доступно все спокойно для нормальной человеческой полноценной жизни большая стоянка как мы видим это не вся есть еще одна часть